Расторгнуть соглашение о разделе продукции с некоторыми крупными нефтегазовыми консорциумами предлагают депутаты фракции АКЖОЛ. Они считают, что за три десятилетия ни один иностранный инвестор, вывозящий казахстанский нефтегаз, до сегодняшнего дня не построил в стране ни одного нефтеперерабатывающего завода. Не привлек ни одного мирового производителя для создания совместного предприятия с казахстанским бизнесом по производству техники. Международный центр развития нефтегазового машиностроения, созданный три года назад такими нефтегазовыми консорциумами, как ТШО, Карачаганак, Бритиш Петролиум и НСОС, планировал реализовать как минимум 10 новых крупных производств по выпуску профильного оборудования. Однако планы так и остались лишь планами. В этой связи депутаты фракции АКЖОЛ требуют сообщить о причинах неэффективной деятельности Международного центра нефтегазового машиностроения, а также рассмотреть вопрос о нецелесообразности продления СРП-контрактов с указанными консорциумами, как несоответствующих конституции и не отвечающих национальным интересам. Еще три года назад под давлением бизнес-сообщества и правительства ведущие нефтегазовые консорциумы ТШО, Карачаганак, БП и НСОС, Кашаган создали Международный центр развития нефтегазового машиностроения. Ожидалось, что благодаря этому центру в Казахстане будут созданы как минимум 10 новых крупных производств. Такие планы были заявлены на сайте правительства. Но вся работа центра свелась к сбору данных и составлению планов. Самое главное, работа центра за три года никак не повлекла увеличение контрактов иностранных инвесторов с казахстанскими компаниями. То есть казахстанский бизнес снова поманили морковкой, а по факту гора родила мышь.